Особенно в Америке у нас есть все, у нас есть вся свобода, и как тот стих рассказывала сестра, что для тебя ценею вот та новость, которую услышал, или провести время с Богом. Но сейчас мы новости, можем потерять больше времени на новости, чтобы просто посмотреть, слушать новости, и вот это все, особенно с тем, что происходит сейчас в Украине для украинцев, это близко. Но бывший там, в Румынии, бывший занят постоянно с переводом, потом искал, ехал, чтобы маме делать документы, переводить те документы. А переводить с украинского в Румынии никто не хотел на английский, надо было искать кого-то, чтобы перевел на румынский, потом с румынский они перевели меня на английский, чтобы было с печаткой, чтобы были документы. Но я был очень занят, и я редко звонил жене, в основном она мне звонила, я тогда отвечал. И она говорит, что ты так мало мне звонишь? Ну, извини, я занят, я туда-сюда, я только отвернусь, кто-то подходит, пожалуйста, переводи мне, переводи мне. И я, ну, нету сильно времени просто сидеть на телефоне с тобой пообщаться. А она говорит, нет, ты должен найти время, если ты меня любишь, то ты должен найти время для того, чтобы со мной поговорить. И я сказал, ну, хорошо. И со мной был вот мой помощник с работы, он с верующей семьей, но он неверующий. Он решил быть неверующий, то есть. И он мне, я ему говорю, слушай, вот, вот что я только что, вот просто над чем я размышляю сейчас. Жена сказала, что если я ее люблю, то я должен найти время с ней поговорить. И она права. Так же с нашим Богом. Я там поймал себя на то, что я такой занятый был туда-сюда, что я там молился утром, когда проснулся. А так, чтобы просто отойти и побыть с Богом. И я тогда сказал этому помощнику, говорю, ты побудь здесь, если надо, переведешь как-то по-английски. Он в румынске не говорит. А я отойду, потому что мне кажется, что Бог тоже хочет, чтобы мы оставляли все. И пока, если мы любим Бога, поговорили с Ним, помолились. В конце этой двухнедельной поездки этот молодой человек, для меня это было тоже как-то, не забуду его слова. Он говорит, сколько мы ездили тут на машине, а там ездит, ну, очень опасно. И еще на клатч, но я на клатч не сильно, я там еще на ходу учился на этом клатч ехать. И как там в 7 миллиметров машина возле машины, он так иногда держался там. Говорит, как мы эти две недели покатались здесь, поехали, мы половину Румынии объехали. То, что мы не попали в аварию, это только потому, что ты молишься. Продолжение следует...